Здравствуйте друзья! Сложно переоценить важность резервных копий Home Assistant, тем более, что кроме настроек автоматизации интерфейса, в них сохраняются и все установленные интеграции и дополнения. В случае какой-то аварии при помощи резервной копии, вы сможете буквально в один клик восстановить всю систему на новой, пустой инсталляции Home Assistant. Разработчики предусмотрели возможность ручного создания резервных копий в один клик, но многие часто или ленятся, или просто забывают это сделать. Да и не всегда есть физическая возможность, так как нужен доступ к серверу. В этом видео я расскажу про еще одно замечательное дополнение Google Drive Backup, настроив которое, вы можете спокойно забыть про проблему создания резервных копий, так как их создание будет производиться полностью автоматически, причем сохраняться не только на локальном сервере, но и в облачном хранилище. Все ссылки и код показанные в уроке вы найдете в текстовом файле по ссылке в описании. А перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Установка будет производиться на тот же тестовый сервер, который был продемонстрирован в моих прошлых уроках, где я показал абсолютно все шаги от установки Supervised Home Assistant до первых настройки аддонов, ничего дополнительно сюда не ставилось. Напомню, чтобы попасть в штатное меню создания и восстановления из резервных копий, нужно перейти в вкладку настроек пункт система. Тут есть пункт, который так и называется резервные копии. Тут есть два типа резервных копий, полные и частичные. Частичные создаются автоматически при обновлении, обратите внимание, что когда вы обновляете какой-то аддон или ядро Home Assistant, в окне есть чекбокс создания резервной копии, в таком случае резервируется только то, что обновляется. Полные включают в себя все, все настройки автоматизации Home Assistant, базу данных, все аддоны с их настройками. Если говорить о zigbee2mqtt, да, данные о всех подключенных устройствах также попадают в бэкап, поэтому автоматизация этого процесса так важна. Устанавливать мы будем еще одно дополнение, и для этого нужно перейти в уже знакомую по прошлым урокам вкладку. Тут все, что мы установили ранее, текстовый редактор, база данных, Mosquito Broker и zigbee2mqtt. Переходим в магазин дополнений. Аддон еще не входит в список стандартных, поэтому нам нужно добавить его. Для этого нажимаем в правом верхнем углу на три точки и в меню выбираем пункт репозиторий. В текстовую строку вставляем пульт к нему, который берем в текстовом файле по ссылке в описании. Нажимаем кнопку добавить. Если все сделано правильно, в списке появится новый пункт Home Assistant Google Drive Backup Репозиторий. Все аналогично, как мы добавляли zigbee2mqtt. Для того, чтобы новый репозиторий появился в магазине, нужно обновить страницу браузера. Вот как он выглядит, нажимаем на него. Нажимаем на кнопку install, после чего аддон загружается и устанавливается. Это дополнение можно сразу запустить, все настройки выполним уже в его интерфейсе. После запуска отмечаем опции Watchdog и показывать в панели инструментов слева. Теперь можно перейти к настройкам. На панели инструментов у нас появилась иконка в виде облачка. Переходим на страницу дополнений и первым делом нам нужно пройти аутентификацию на Google диске, куда будут складываться копии системы. В следующем окне выбираем тот аккаунт, который будем использовать для хранения. Я рекомендую создать отдельный, не связанный с вашим основным имейлом под эту конкретную задачу. По умолчанию Google предоставляет 15 гигабайт дискового пространства вполне достаточно. Подтверждаем предоставление доступа. В следующем окне нам будет сгенерирован код для авторизации. Копируем его, нажав кнопку под окном и возвращаемся в интерфейс дополнения. Чуть ниже под кнопкой аутентификации есть окно, куда нужно вставить полученный код и сохранить его. Далее возможны два варианта. Если вы ранее не пользовались аддоном, то аддон будет иметь примерно такой вид. На облачный диск еще ничего не успело сохраниться, объем занятого пространства 0. Оба полных бэкапа имеют отметку H-only, то есть они находятся только на сервере. Куда спрятался частичный бэкап я покажу чуть далее. Пошла загрузка, это видно по статусу бэкапа. А первым делом я советую вручную указать отдельную папку на облачном диске, куда они будут складываться. Для этого нужно перейти в меню настроек справа сверху. Если вы ранее уже пользовались таким аддоном, то при первом запуске он будет выглядеть примерно так. В одной из папок, на самом деле у меня там таких папок много, он нашел резервные копии и теперь предлагает либо использовать ее, либо указать или создать новую. Выбираем указать новую и продолжим уже с момента создания. Теперь вернемся чуть-чуть назад на вариант первой установки аддона и запуска меню настроек. Сейчас займемся выбором папки, остальные важные моменты обсудим чуть далее. Прокручиваем вниз и находим пункт ручной выбор папки для хранения резервных копий. Когда он активирован, у нас появляется кнопка выбора папки, она нам и нужна. На этот шаг мы попадаем либо из основного окна аддонов, если он обнаружил существующую папку бэкапов и предлагает выбрать ее вручную, либо из меню настроек, показанное на прошлом экране. Создание новой папки из меню самого дополнения не всегда проходит успешно, поэтому лучше перейти в диск из браузера, для этого открываем новую вкладку. Если кто не знает путь к гугл диску, ссылку я оставлю в файле описаний. Как видите, бэкапов разных серверов у меня тут много. Создаем папку. Как она будет называться, оставляйте на свое усмотрение. Я использую слово бэкап и цифры, которые соответствуют адресу сервера. Готово. Папка пока пустая, теперь нужно показать ее дополнению. Возвращаемся на его вкладку. То же окно, на котором мы остановились, теперь можем нажать на кнопку выбрать папку. На этом этапе также может быть запрошено подтверждение доступа к вашему гугл аккаунту, соглашаемся. Выбираем только что созданную папку и нажимаем кнопку select внизу. После этого у нас появится окно с кодом папки, его нужно скопировать, нажав кнопку внизу и вернуться на вкладку с настройками дополнения. Вставляем этот код в строку backup folder id и нажимаем сохранить. Теперь все бэкапы с этого сервера будут храниться в ней. Тем временем, оба полных бэкапа уже синхронизировались с гугл диском и получили соответствующий статус на своих плитках. Еще тут есть выпадающее меню с названием игнорируемые резервные копии. Тут нашелся частичный бэкап, который был создан автоматически при обновлении Home Assistant. То есть резервные копии условно делятся на два вида. Полные копии всей системы и частичные, создаваемые при обновлении ядра или какого-то из дополнений. Возвращаемся в меню настройки, разберем ключевые. В самом начале указывается, сколько копий хранить на локальном сервере, а сколько на гугл диске. Я обычно храню 3 локально и 5 в облаке. Можете указать больше, иногда это полезно, ведь бывает, что какая-то ошибка обнаруживается не сразу, и тогда может понадобиться не самый новый бэкап. Следующая полезная опция связана как раз с частичными бэкапами. Она по умолчанию включена и называется игнорировать бэкапы обновлений. В этом случае такие частичные бэкапы не входят в то число, которое мы указали только что, а хранятся отдельно. В противном случае при обновлениях вы рискуете просто заместить полные бэкапы частичными. Под этой опцией находится строка, в которой указывается время хранения таких бэкапов, причем нужно указывать единицы измерения. Например, если просто написать 7, то это будет воспринято как 7 секунд и бэкап быстро удалится. Если хотите хранить неделю, то нужно указать 7 дней. Следующая важная опция количество дней между бэкапами и время их создания. По умолчанию они создаются раз в 3 дня, я всегда ставлю каждый день. Время я предпочитаю утренние часы, когда нагрузка на канал и сервер минимальна. При выборе времени следует учитывать, что сжатие базы данных в Home Assistant происходит в 4-12 утра по локальному времени. И есть смысл создавать копию с уже сжатой базой, например, начиная с 4-30. Можно и отключить этот параметр и сжимать базу через автоматизацию, если по какой-то причине это время вас не устраивает. До именований бэкапов есть строка шаблон, в который входят переменные, а не заключенные фигурные скобки и текстовые значения. По умолчанию первым указывается тип, полный или частичный, затем идет слово бэкап и далее дата и время создания. Я обычно оставляю по умолчанию. Чтобы не перегружать видео, я не буду подробно описывать прямо все настройки, основные я показал, остальные можно спокойно оставить по умолчанию. Если захочется разобраться, под каждой из них есть короткое описание. Сохраняем настройки. Вот созданная нами ранее папка на гугл диске, видим в ней синхронизированное дополнением файлы, созданные ранее вручную у полных резервных копий. Значит все работает правильно. Через некоторое время после установки дополнение создает первый полный бэкап, теперь у меня их три. Далее все полные бэкапы будут создаваться по расписанию. Сравнительно с предыдущими бэкапами он занимает немного больше места, так как мы добавили новое дополнение. По его имени видно и тип, полный и дату и время создания. У самого первого бэкапа появился предупреждающий значок, что при следующем резервировании он будет удален с локального сервера. В дополнение создает свой сенсор в системе, вот так он выглядит по умолчанию. Он отображает статус резервирования. Но если на него нажать и раскрыть вкладку атрибутов, мы увидим, что тут есть много чего интересного, что можно было бы забрать в отдельные сенсоры. Давайте разберемся как это делать. Для этой цели отлично подойдет созданный нами ранее файл системных сенсоров, про него я рассказывал в уроке первые шаги, ссылка в описании. Как я уже говорил, в пакетж можно помещать совершенно все. Например кастомизацию, то как те или иные объекты будут отображаться в системе. Это намного удобнее и быстрее, чем кликать по каждому из них в интерфейсе и называть вручную. Секция кастомизации должна быть вложена в раздел Home Assistant, поэтому сначала я объявляю его. Он находится на одном уровне с ранее объявленным разделом Recorder и Sensor. В него вложен раздел Customize, в котором можно указать не только название для объектов, но и при необходимости выбрать иконки, тип единицы измерения. Абсолютно аналогично можно делать в каждом новом пакетже. Здесь я указал только имена для интерфейса, название самих объектов сохраняет свой первоначальный вид. Сами же объекты я создам в этом же файле чуть ниже. Они относятся к интеграции Template, которая позволяет создавать сенсоры и бинарные сенсоры шаблонов. Про сами шаблоны я делал два больших и подробных урока, ссылки на них вы найдете в описании. Сейчас мы создадим сенсоры, то есть объекты, которые могут принимать любой статус, это может быть цифровое или текстовое значение. Бинарные сенсоры могут иметь вид только 0 или 1, включено-выключено. Сначала объявляется имя объекта, это то, что будет идти после его обозначения, в данном случае сенсор LastGoogleBackup. Для разделения слов используется нижнее подчеркивание, точку в имени использовать нельзя. После имени следует уникальный идентификатор объекта, он позволит получить доступ к его настройкам из интерфейса. Я обычно для этого использую его имя. Этот шаблон самый большой и сложный, так как тут для более красивого и корректного отображения я использую проверку. Собственно с нее и начинается шаблон. Тут проверяется существование у сенсора дополнения такого атрибута последний бэкап. Так как в некоторых случаях, например сразу после перезагрузки системы, он не подтягивается и создаваемый сенсор будет иметь статус недоступно. При использовании алгоритмов телеметрии, про которую я тоже рассказывал в своих уроках, это будет отображаться как сбой. Если атрибут существует, то в сенсор будет присвоено его значение с преобразованием в формат даты времени, день, месяц, год, часы и минуты. А если не существует, то вместо получения статуса недоступно, сенсор будет иметь значение получения данных. Как только информация о времени последнего бэкапа обновится, она отобразится и в сенсоре. На этом проверки заканчиваются. Такой метод можно использовать в других подобных случаях, когда нужные данные могут быть временно недоступны. Какую иконку будет использовать сенсор я прописал тут. К сожалению, на дату этого видео интеграция темплейт не поддерживает указания Friendly Name, поэтому я использовал секцию кастомизации. Иконку можно указывать и тут и там. Остальные сенсоры попроще, они принимают значение указанное в атрибутах без проверок. Это количество резервных копий на облачном диске. Кстати, кроме иконки, тут поддерживаются единицы измерения. Был бы еще Friendly Name и секция кастомизации нам бы не понадобилась. Почти аналогичный сенсор, который показывает количество копий на локальном сервере. В моем случае настроено на 3 локальные и 5 облачных копий. Следующий сенсор будет получать данные из атрибута, показывающего объем места занятого на Google диске. И последний сенсор это занятый объем на сервере. Обратите внимание, что тут я не указывал единицы измерения, так как они уже есть в атрибутах и передаются вместе с цифровым значением. Сохраняем файл, его код доступен в текстовом файле, ссылка в описании под видео. И переходим в панель разработчика. Проверяем корректность конфигурации. Если все сделано правильно, вы получите такое сообщение. Так как в моей конфигурации это первые шаблонные сенсоры, придется перегрузить весь Home Assistant. После перезагрузки в этом меню появится дополнительная опция «Шаблоны», которая позволит применять только их без необходимости перезагрузки всего сервера. Интерфейс я не менял, пока тут установлен автоматический режим по умолчанию, поэтому все новые объекты появились тут сами, но в перемешку с уже существующими. Количество бэкапов на локальном сервере и на облачном диске, в данный момент по 3 штуки, так как больше еще не делалось. Это самый первый сложный сенсор, атрибут с датой и временем последнего бэкапа существует, соответственно это значение в указанном формате мы видим как статус созданного сенсора. И это пара объема занятого места на локальном и облачном диске, единицы измерения подтянулись вместе с цифровыми значениями. В качестве вывода, этот скриншот сделан на следующий день, чтобы проверить создание бэкапа по расписанию. Вот он, самый первый, созданный как мы и указали в настройках в 6 часов 15 минут утра. Третий по счету бэкап получил значок предупреждения о том, что будет в следующий раз удален с локального сервера. А четвертый уже имеет статус Drive Only, то есть только на гугл диске. Надеюсь, что этот урок был вам полезен и интересен, от себя добавлю, что наличие актуальных бэкапов, причем не только на диске сервера, который может выйти из строя, но и в облаке, обязательно пригодится в один не очень прекрасный момент и избавит от многих проблем. Если свободный объем позволяет, храните большее количество резервных копий 10-15, это может пригодиться для того, чтобы поднять из архива, которыми является файл бэкапа, какой-то конфигурационный файл, который был некорректно изменен и так далее. Буду благодарен за ваши лайки, это поможет продвижению этого видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. В описании под видео вы найдете ссылки на текстовый файл по этому уроку, другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok